Продолжение следует... 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 Зашпатлевали мы стены уже. Со следующей недели начнём изготавливать отопление. Трубы у нас есть, всё купили. Храм практически утеплён уже. Я думаю, что к зиме мы уже заходимся. И если Бог даст, как храм устроит Господь, если Бог даст, то Рождество будет служить Вам правильно. Нет, освещать не будешь? Нет, освещать будем осенью. Осенью приглашать всех? Конечно, конечно. Я обязательно всех приглашу. Всем приходом приедете. Коштур попел. Красиво поедете. Слезы потекли от Вашего пения. Спасибо за то, что пригласили. Отец Аким вообще меня шокировал. Вставай, будешь предстоятелем. У меня жуки затряслись. Я так каждый день, и мне всегда много. Поэтому, как-то сегодня сложилось, что действительно, так сказать, малым составом, но Господь, как говорится, где двое-трое собираются во имя Бога, и Он присутствует среди нас. Поэтому Бог даст, что наша сегодняшняя служба, она будет не напрасна. А действительно... На Евангелие это сколько хочешь? Не бойся, малое стадо. Да, да, да. Все будет так, чтобы нас единил Дух Святой. То есть Духи мы будем едиными. Едиными в вере, едиными в Боге. Поэтому и молитва наша единая, она будет, конечно, доходить до небес, до Господа. И Господь будет слышать наши с вами прошения, вопли и даст нам сил претерпеть все, так сказать, земные испытания, скорби и возрадоваться в том месте со всеми в небесном царстве. Спасибо, Господи. Вот сейчас Владыка Антоний попросил, чтобы я зачитал вам два поздравления по поводу, значит, вашего престольного праздника. Ваше высокопреподобие, дорогой отец Аким, дорогие братья и сестры, в этот раз радостный, торжественный для Свято-Анфинской общины поселка Потеряевка день, молитвенно разделяю со всеми вами радость престольного праздника, который вселяет в наши души убедительное свидетельство близости к роду христианскому угодников Божьих. И возношу благодарственные молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу. Молитвенно желаю всем вам радости, сопричастия празднику, помощи Божией, служения Церкви Христовой, терпения, испытания и молитвенного предстательства священномученика Анфимы Некомедийского на жизненном пути каждого из вас. Призываю на вас Божие благословения, с любовью во Христе, епископ Словгородский Каменский Антоний. И во всем благое поспешение подашь Господи Святейшему Патриарху Московскому Сеаруси Кириллу, Господи Преосвященнейшему Митрополиту Сергию, Господи Преосвященнейшему Епископу Антонию, отцу-настоятелю, братьям, сестрам, прихожанам, Святаго Храма Сегон и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, Многое лето, многое лето, Спаси Христе Боже, Спаси Христе Боже, На многое лето. Спаси Христе Боже, Спаси Христе Боже, Отец. Я, что хочу сказать, я, скорее всего, в отпуск, в этом году на два раза разделил мне с Богословом. Поэтому я тебя прошу, за это время возьми покровительство на мое очень мало, что кто-то, может быть, отойдет жизнь вечную, или что-то нужно будет. Имей это ввиду. Сейчас и так. Телефон мой. Братишка, поверни еще раз. Оставь мне телефон. Вот. Итак, готово. Все может будет случиться здесь. Просьба здесь. Спасибо. Ну, сестры все приглашают, приготовили трапезу. Да, приготовили? Все. Сейчас потихоньку, все. А, благодарности молитвы. Батюшка, когда будет крест давать, я буду потреблять. Благодарности, молитвы. Слава тебе Боже! Слава тебе Боже! Слава тебе Боже! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok